Здравствуйте! В эфире Курзанское телевидение. Программа «Взгляд» извенствовался. События люди-мнения. В студии Анна Гегер. В наши дни все большую популярность набирает удаленная работа. У работы из любой точки мира есть свои плюсы и минусы. И для каждого они свои. Если кому-то в радость работать из дома, то другому просто необходимо менять обстановку. И в таких случаях на помощь приходит помещение для каворкинга. В Венспилсе благодаря инициативе предприимчивых молодых людей сейчас ведется работа над созданием помещений, где смогут работать те, у кого нет постоянного офиса. Подробнее в сюжете. На пятом этаже торгового центра «Андри и Намс» помещение, где когда-то располагался ресторан «МАК», сейчас ведутся строительные работы. Именно здесь в скором будущем будут созданы помещения для каворкинга. Инициаторами выступили стартаперы фирмы «TheoGrowth». До сих пор такие попытки были со стороны каких-то организаций, конкретно самоуправления. А в этом случае инициатива исходит от общества. Мы сами этого хотим. А самоуправление пошло нам навстречу, и в итоге все получилось. Началось с того, что мы хотели для себя офис, потому что я просидел весь период ковида дома, только несколько раз был в офисе. А сейчас мы учредили свое новое предприятие, и так как хочется работать не только дома, мы решили не делать для себя маленький офис, а сделать большой для большего количества людей. Сделать такое место, где можно работать и индивидуально, и командно, чтобы были помещения общего пользования. Например, будет одна кухня, а не у каждого своя, и один офис, а не у каждого свой. В зале будут располагаться около 30 рабочих мест. Будет оснащенная кухня, помещение для мероприятий и конференций, комната отдыха. Помещение автора проекта арендовали у предприятия «Венсполс Некустами и Пашуми», которые со своей стороны вложат около 100 тысяч евро в ремонт и оснащение. В течение семи лет планируется вернуть вложенные средства. Офиса такого типа у нас больше нет. Акцент поставлен и на эргономику, чтобы все соответствовало современным требованиям. Эргономичные столы и стулья – это было важное условие, чтобы высота столов регулировалась. Мне самому надоедает сидеть, и временами я чувствую, что мне надо постоять. Кроме того, когда человек стоит, у него совсем другая энергия. Этот проект не нацелен на прибыль. Задача – работать по нулям. Главное, нам надо покрыть расходы на арендную плату, коммунальные платежи, плюс расходы на кофе и тому подобное, и еще иметь резервный капитал на приведение мероприятий и на неожиданные расходы. Помещения поделят на несколько зон. Будут огражденные рабочие места, где можно будет вести переговоры, не мешая остальным. Будут места, которые предназначены для краткосрочной аренды, а доступные помещения будут круглосуточно. Это просто то, что обязательно должно быть. Этот нюанс как раз мешал мне, когда я работал в других общих офисах, где в 6 мне надо было уходить, поэтому надо было торопиться. А так вечером можно спокойно работать, никто тебе не мешает, можно хорошенько поработать. Мы сделаем так, чтобы у каждого был свой доступ в помещение, свой код, и можно будет работать 24 часа в сутки, если это необходимо. Но, например, если я работаю с Америкой, так у меня вообще другое время работы. Мы планируем создать общественную организацию, которая будет главным администратором. Мы не хотим оставаться главными администраторами, чтобы не было так, что если мы ушли, то все здесь закончилось. Все, кто будут здесь располагаться, будут членами этой организации, и они смогут выбрать того, кто будет заниматься административными делами. В торговом центре Андрей Намс большой спектр предприятий, начиная от магазинов и заканчивая разработкой космических технологий. На сегодняшний день процентов 30 помещений свободны. В создании общего рабочего офиса управляющие компании видят возможность начала нового этапа развития этого здания. Этот этаж долгое время у нас пустовал, а сейчас я вижу, что мы можем продолжить развитие этой концепции. У нас еще есть помещение, которое мы можем предложить для подобных офисов. Эта идея и концепция даст новое дыхание Андреи Намсу. Мы надеемся, что эта идея понравится. У нас есть помещение, которое мы можем предложить и расширить. Таким образом, здание начнет выполнять новые функции, и мы в будущем сможем улучшить визуальный образ всего здания, этажей, лифтов. Для этого необходимы объемные инвестиции. Сдать в эксплуатацию и открыть помещение для каворкинга планируется в середине лета. Согласно данным Центра окружающей среды геологии и метеорологии Латвии, первый месяц весны оказался довольно теплым. Средняя температура в марте составила плюс 3,7 градуса Цельсия. В этом году март был самым теплым за последние 8 лет. В сравнении с прошлым годом счета на отопление выросли. Это связано с изменением тарифа. Это связано с тем, что тариф изменился. Если сравнивать март прошлого года, то тогда тариф был 54 евро 90 евроцентов за мегаватт-час. А в этом году тариф в марте составил 78 евро 1 евроцент за мегаватт-час. Поэтому счета и выше. И это не связано с тем, что на улице стало теплее или холоднее. На общий счет влияет величина тарифа. Несмотря на то, что тариф на теплоэнергию одинаков для всех, размер платы за квадратный метр отличается. Это связано с энергоэффективностью каждого здания. Снижение потребления теплоэнергии зафиксировано в тех многоквартирных домах, где приняты меры по увеличению энергоэффективности. Там экономия потребления достигает 57%. Количество потраченной теплоэнергии также зависит от того, реновированы ли здания или нет. По нашим данным, мы видим, что те здания, где установлены аллокаторы, намного более энергоэффективны. И там люди платят значительно меньше. Аллокаторы на сегодняшний день установлены в 14 домах. В основном это дома, которыми управляет Некустом Яи и Пашуми, и Венспил с нами. Аллокаторы – это часть системы распределения оплаты за отопление, которая позволяет платить в соответствии с потребленным количеством теплоэнергии. Установка такой системы оправдана, если она применяется во всем доме, а не только в отдельных квартирах или нескольких из них. Предприятие Венспилсилтамс осуществляет расчеты за потребленную теплоэнергию в 248 многоквартирных домах. В прошлом месяце самые низкие расходы за квадратный метр отапливаемой площади составили от 59 евроцентов до 1 евро в 37 домах. А в четырех домах стоимость отопления превысила 2 евро за квадратный метр. Самые низкие расходы в размере 59 евроцентов за квадратный метр были зафиксированы по адресу Александра 13. В этом доме как раз установлены аллокаторы, что позволяет каждому владельцу квартиры оплачивать потребление тепла в соответствии с его реальными расходами. В самых дорогих домах люди платят больше 2 евро. Например, дом на улице проспект Лелайс 53. Там живет моя знакомая. И я поинтересовалась у нее, действительно ли у них в доме так жарко. И почему же они не информируют об этом управляющего домом? Ведь они платят намного больше, чем жители других домов. И я получила ответ, что батареи горячие, а в квартирах совсем не жарко. И, насколько я поняла, недавно было собрание владельцев квартир, на котором приняли решение о реновации дома. Также высокие затраты на тепло в доме по адресу Талсу 11. 2 евро 25 евроцентов за квадратный метр. Подробную информацию о теплопотреблении каждого жилого дома можно посмотреть на домашней странице в венспилсилтус.лв в разделе «Электронные услуги». Ежемесячно после подсчетов мы выставляем на нашу домашнюю страницу итоги. Сколько каждый дом потратил теплоэнергии? Сколько на отопление, а сколько на подогрев горячей воды? И сколько стоит один квадратный метр в каждом доме? На мой взгляд, это хороший ресурс для тех, кто хочет приобрести квартиру. Там можно понять, какие будут затраты на тепло в конкретном доме. Информация о затраченной теплоэнергии доступна на нашей странице. В разделе «Иэдзи и ватайя» дальше переходим в «Па-калпойми» и нажимаем «Информация пер эку с элтом энергии с потерянью». Здесь доступна информация, начиная с 2014 года. Вот здесь открываем самую свежую информацию. Тут март в сравнении с предыдущим месяцем, с февралем. Если мы возьмем адрес Александр 13, то мы видим общее потребление 27 мегаватт. В феврале они платили 81 цент за квадратный метр, а в марте уже 59 евроцентов. Расчеты потребления теплоэнергии основаны на данных счетчика, установленного в степлоузле здания. В выставленных счетах указывается как общее потребление теплоэнергии всем зданиям, так и отдельное потребление тепла каждой квартирой на отопление и подготовку горячей воды. Со 2 по 4 августа Венсполс будет отмечать свой очередной день рождения. Программа праздника по традиции предусматривает проведение международного фестиваля цветочных ковров. И в этом году фестиваль пройдет в 22-й раз. Каждый год организаторы фестиваля выбирают оригинальный девиз, и горожане могут внести свои предложения девиза фестиваля этого года. Предложение принимают до 28 апреля. И в этот раз девиз должен отражать значимое спортивное событие – летнюю Олимпиаду в Париже, в которой будут стартовать и венсполские спортсмены. Поскольку именно девиз становится отправной точкой для творческих идей участников, важно, чтобы он был не только звучным и соответствовал главной теме, но и давал творческий импульс участникам. Девиз можно предлагать на порталах венсполс.лв и вентазбалс.лв, а также в профиле Венсполского комбината благоустройства в Фейсбуке. Можно присылать варианты девиза и на адрес электронной почты vlk.venspols.lv. Новая венсполская Галленцемская библиотека завоевала и два ежегодных приза Латвийского общества библиотекарей, получив звание «Библиотека года-2023», а открытие библиотеки было признано событием года в латвийских библиотеках-2023. Вместе с другими латвийскими библиотеками венсполские на этой неделе празднуют «Неделю библиотек». Это мероприятие организуется с 1997 года по предложению Латвийского общества библиотекарей. Венсполсе проходят различные мероприятия и даже чествуют тех, кто прочитал больше всего книг. «Неделя библиотек» – это прекрасная возможность для тех, кто забыл вовремя сдать книгу, вернуть ее в библиотеку, не платя штраф. На этой неделе, 27 и 28 апреля, в Парвинте пройдет акция по сбору крупногабаритных отходов «Сдай ближе к дому». В рамках акции можно выбросить старые матрасы, ковры, мебель, двери, оконные рамы без стекол и другие крупные отходы. Время и места проведения акции вы видите на своих экранах. Напоминаем, что в обычные дни крупногабаритные отходы можно бесплатно сдавать на площадках приема сортированных отходов по улице Якоба 47 и Сигудас 8А ежедневно с 10 утра до 7 вечера, кроме понедельника. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok